Волонтёры Института третьего возраста порядка 10 лет бескорыстно и с радостью отдают частичку своего сердца другим, организуют досуг людей на пенсии, которые включают самые разные виды деятельности – от рукоделия, танцев и спорта до изучения иностранных языков. Каждый из них уже лучший, а потому конкурс «Серебряный волонтёр-2021» – это скорее ещё одна возможность – поблагодарить этих замечательных людей и отметить труд каждого из них. Очень уважаю этот труд, потому что волонтёрство – это не только возможность совершенствовать самого себя, проявить свои и развить интересы и способности, а это самая главная возможность помочь ещё кому-то, тому человеку, который в этой вашей помощи наиболее нуждается в данный момент. Недавно мы отмечали Международный день волонтёра. Это очень почётная миссия для людей, которые взялись за эту работу. И в нашем центре эта работа достаточно развита. У нас есть волонтёры, которые помогают пожилым людям на дому, есть волонтёры, которые помогают на приусадебных участках. В период пандемии были волонтёры, которые помогали по доставке продуктов питания и лекарственных средств. А сегодня у нас самые жизнерадостные, творческие и неутомимые волонтёры представляют свою работу. Конкурсанты подготовили домашние задания и презентации, но самое главное, что всем ещё раз удалось встретиться вместе. Рядом со мной в институте третьего возраста очень много людей, которые тоже занимаются волонтёрством. Они отдают себя, они занимаются различными видами деятельности, но их сердца настолько добры, что, глядя на них и видя счастье, которое излучают их глаза, просто становится, желание появляется всё больше и больше отдавать, но не только отдавать всё-таки, и брать, потому что мы подпитываемся друг от друга. В этот день отметили многих, в их числе и Валентин Балденко. Этот человек – легенда велосипедного движения Бресте. И именно с него 10 лет назад началась история серебряного волонтёрства. Сначала его клуб выиграл грант на двугодичную программу досуговой жизни людей на пенсии. И идея так понравилась брещанам, что появился и сам институт третьего возраста. Первый год было около 70 человек, второй уже было 200 с лишним. И когда проект мы закончили, начали отчитываться, встал вопрос на закрытии второго года нашего проекта, что делать дальше пенсионерам, потому что заинтересовались. Оказывается, сарафанное радио сработало, и на третий год уже собиралось ещё больше народа прийти, а тут у нас проект закончился. И тогда в течение лета, по-видимому горисполком или райисполком Ленинского района, приняли решение организовать первый в Белоруссии институт третьего возраста. Для того, чтобы помогать другим развивать свои таланты, приобретать новые навыки и умения, да и просто не унывать на пенсии, нужно всего лишь искреннее желание человека, и возраст в этом точно не помеха.